МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вещание пятого канала приостановлено решением Совета по инвестициям национального значения. Каковы официальные причины для закрытия уже 13-го по счету канала в стране? Как их оценивают сотрудники канала, правозащитники и СТР? Конституционный суд отменил законодательные изменения, которые запрещали представителям партий, объявленных ранее вне закона, участвовать в выборах. Независимые депутаты будут требовать отмены результатов местных выборов. Комиссия по приветингу в эпицентре нового скандала. Журналисты обнаружили в биографии возглавляющего ее иностранного гражданина, порочащей его репутацию факты. Как на это отреагировали власти и экспертное сообщество? Правительство определилось с размером индексации пенсии 6% или в среднем 262 лея. А премьер Дарин Ричан представил декларацию о доходах 6 миллионов леев на двоих с супругой в прошлом году, 21 банковский счет в разных валютах, огромный дом и вилла в Румынии. Вот уже неделю наш телеканал ведет вещание только в интернете. 21 марта мы узнали, что решением Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения было приостановлено действие разрешительных документов компании Media Content Distribution, учредителя телеканала «Канал-5» и радиостанции «Маэстро-ФМ». Как выяснилось, это решение было принято на основе информации СИП о том, что Владимир Плохотнюк и Илон Шор якобы являются бенефициарами названных медиаресурсов. Об этом сообщила секретарь Совета Наталья Бижан в эфире телеканала ТВ-8. Протокол о заседании Совета наш телеканал получил 22 марта. В тот же день кабельные операторы отключили наше вещание. На чем основаны такие выводы СИП, которые, по мнению спецслужбы, подтверждают информацию, ставшую причиной для столь серьезного наказания телеканала, в нашем сюжете. Секретарь Совета по продвижению инвестиций национального значения Наталья Бижан пояснила в эфире телеканала ТВ-8, что решение о приостановке вещания пятого канала и радиостанции «Маэстро-ФМ» принято на основании аргументов, представленных директором службы информации и безопасности. На вопрос ведущей, было ли выявлено незаконное финансирование канала, Наталья Бижан ответила отрицательно. Информация, по ее словам, касалась только конечных бенефициаров. Речь идет о фактических бенефициарах. Все. Вам известно, кто они? Из доклада информационной записки, представленной членами Совета, в частности службы информации и безопасности, фактическими бенефициарами являются господин Плохотнюк и господин Шор. Соответственно, на основании данной информации было принято практически единогласное решение о временном отзыве лицензии. 20 марта Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения принял решение о приостановке в качестве превентивной меры действия разрешительных документов компании SRL Media Content Distribution, которая является учредительницей телекомпании «Канал-5» и радиостанции «Маэстро-ФМ». Официальный документ был отправлен компании 22 марта. В нем сообщается, что директор СИП Александру Мустяце уведомил членов Совета о выявлении связи компании SRL Media Content Distribution с группой Плохотнюк Шор. Данные службы указывают на то, что фактическими бенефициарами «Канал-5» являются Владимир Плохотнюк и Илон Шор, исходя из следующих соображений. Редакционная политика и медиа-контент телеканалов «Аризонт-ТВ», «Прайм-ТВ» и «Публика-ТВ», лицензии на вещание которых были приостановлены решением Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения 27 декабря 2023 года, перешли к телеканалу «Канал-5». Адрес редакции администратора телеканала «Канал-5», улица Геачейлор и идентичен адресам «Канал-2», «Канал-3», «Прайм» и «Публика-ТВ». Номер телефона администратора, внесенный в реестр поставщиков телемедиа-услуг Совета по телерадиовещанию, идентичен контактному номеру администраторов «Канал-2» и «Канал-3». Принимая во внимание эти данные, господин Мустяце предложил приостановить действие лицензии на вещание компании «Медиа-контент-дистрибьюшн» на период времени, необходимой для сбора и проверки Советом информации о заявленных несоответствиях относительно фактических бенефициаров. Говорится в принятом решении Совета. Отметим, что наш телеканал не имеет ничего общего с медиа-овещателями, названными главой СИП. На пятом канале работают сотрудники, ранее работавшие на других каналах, причем не только перечисленных СИП. Это естественный процесс на медиарынке, который испытывает большой дефицит профессиональных кадров. Некоторые журналисты меняют место работы вместе со своими авторскими проектами, и это не запрещено законом. Но это не означает миграции редакционной политики. «Что касается адреса, по которому расположены редакции и студии, то мы фактически арендуем помещение и оборудование у ранее работавшего здесь холдинга GMG. Но эти помещения пустовали, и наши коммерческие отношения закреплены в соответствующих документах. При этом пятый канал далеко не единственный арендатор. Что касается контактов администратора компании, то реестр СМИ, на который ссылается глава СИП, является общедоступным документом, опубликованным на сайте Совета по телевидению и радио, из которого легко убедиться в том, что предоставленная мустяца информация не соответствует действительности». Редакция пятого канала отмечает, что подобные доводы не могут служить основанием для таких серьезных подозрений, что из-за этого весь коллектив будет лишен возможности работать и, соответственно, получать зарплату на неопределенный срок. В контексте вышесказанного пятый канал отвергает все обвинения, и мы еще раз повторяем, что делаем свою работу равноудаленно и объективно. Кроме того, от имени коллектива телеканала считаем необходимым подчеркнуть, что пятый канал не допустил каких-либо нарушений законодательства страны, которые могли бы повлечь за собой такое серьезное наказание, как приостановление действия лицензии. Пятый канал стабильно занимает первую строчку по популярности у телезрителей, согласно данным компании AGB, измеряющей телевизионную аудиторию. И это главный знак признательности за нашу работу, доверие и популярность у публики. Мы считаем действия властей грубым нарушением демократических норм, таких как свобода выражения мнений, редакционная независимость и свобода творчества, гарантированные как Конституцией, так и Кодексом об аудиовизуальных медиауслугах. Мы со своей стороны будем защищать свое право на труд всеми законными способами. Решение Совета по продвижению инвестиционных проектов незаконно и необоснованно, так заявила на пресс-конференции в Кишиневе адвокат Наталья Байрам, представляющая интересы пятого телеканала. Представлявший канал его сотрудники также считают, что в их деятельности не было нарушений, за которые могло бы последовать такое наказание. Продюсер программ Светлана Курмей напомнила о статье в Конституции, гарантирующей свободу выражения мнений и о гарантированной законодательством защите журналистов. По словам Курмей, члены Совета по продвижению инвестиционных проектов так и не смогли предоставить внятных аргументов и доказательств того, почему вещание пятого канала было приостановлено. Продюсер пятого канала Светлана Курмей заявила, что телеканал представил все необходимые отчеты, запрошенные Советом по продвижению инвестиционных проектов национального значения и замечаний по ним не было. Представленные СИП-аргументы, якобы подтверждающие связь с группировкой Плохотнюк-Шор, Пятый канал считает абсурдными. Вот эти три причины. Это самое страшное преступление, которое обнаружено у пятого канала. Потому что в Совет мы подали все абсолютно документы, которыми обладает экономический агент, включая финансовые документы. И как мы увидели из решения Совета, к этим документам не было никаких претензий. Ни к финансовым, ни к иным. А вот только вот эти три причины. Миграция людей с проектами, здание, адрес и номер телефона. Ошибочный, к слову. Получается, неважно, что ты соблюдаешь закон, что у тебя нет нарушений по твоему главному закону, кодексу об аудиовизуале. Потому что у нас нет нарушений, которые могли бы привести к приостановке лицензии. Светлана Курмей также сослалась на статью «Конституция о правах и свободе выражения мнения», а также на Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, который в государстве должен соблюдаться. А государство должно соблюдать собственные законы и не ограничивать эти права. Есть такие статьи, как, например, «Свобода выражения мнений», где написано черным по белому, что государство гарантирует поставщикам и распространителям медиауслуг свободу выражения мнения. То есть ту самую редакционную политику. Если она в рамках закона. Совет по телевидению и радио действует как по собственной инициативе, так и по обращению в целях обеспечения свободы выражения мнений. Есть даже такая статья, как «Защита журналистов». То есть их право свободно выражать свое мнение и свободно вести самостоятельную редакционную политику под защитой государства. Так вот мы очень хотим, чтобы это государство, выполняя свои собственные законы, нас защитило. Или это все бумажка, которая нужна только для того, чтобы наказывать телеканалы. Адвокат Пятого канала Наталья Байрам заявила, что принятая членами Совета по продвижению инвестиционных проектов решений является незаконным и необоснованным. Тот факт, что посредством некоторых неправомерных изменений закона Совету было разрешено приостанавливать действия разрешительных документов, а это может произойти только при предварительной проверке инвесторов и ни в коем случае в вопросах национальной безопасности, дает любому юристу основания считать, что приостановка лицензии телеканалов является незаконной. На основании доводов господина Мустяце Совет принимает решение, в котором отмечается «приостановить действие лицензии на период времени, необходимой для сбора и проверки Советом информации о заявленных несоответствиях в отношении фактических бенефициаров». Прежде всего, у них нет доказательств, нет оснований указывать на наличие каких-либо условий, предусмотренных постановлением правительства и регламентом. Они сами указывают на то, что возникает необходимость проверить, соответствует ли представленная информация, согласуется ли она. Это решение является злоупотреблением, и оно абсолютно незаконно. Адвокат обратила внимание на то, что в решении Совета не указан срок, на который приостановлено действие разрешительных документов компании. Согласно документу, временная приостановка необходима на период, в течение которого будут собираться доказательства, без указания того, как долго это может продлиться. Со своей стороны, продюсер новостей 5-го канала Татьяна Цуркан продемонстрировала, что редакционная политика телеканала строго соблюдается и регулируется правилами Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, а в сюжетах всегда представлены все стороны. «Хочу привести недавний пример. Сюжет о скандале и серьезных обвинениях, в котором фигурирует прокурор Виктория Фуртуны. Вот текст сюжета. Смотрите, здесь первая часть сюжета и еще один фрагмент. То, о чем рассказала госпожа Фуртуны. Актуально. Смотрите, что тут подчеркнуто. Видите разницу? Практически сбалансировано почти то же самое. Теперь давайте проанализируем. В бэкграунде Адриана Влас из ПДС. Есть СИП, есть администрация президента, есть прокуратура, есть министерство юстиции. Пять источников, пять реплик и пять источников. А бывают сюжеты, в которых у нас 7 и 10 реакций. Вы когда-нибудь видели, чтобы какой-то телеканал делал что-то подобное? В ходе пресс-конференции представители 5-го телеканала обратились ко всем международным структурам и дипломатическим миссиям с призывом высказать позицию по обеспечению права на свободу слова. Восемь неправительственных организаций, действующих в области СМИ, в числе которых Центр независимой журналистики, Amnesty International Молдова, Промолексы и Центр правовых ресурсов Молдовы, считают, что закон, который позволяет Совету по продвижению инвестиционных проектов приостанавливать или окончательно прекращать действия лицензии поставщиков аудиовизуальных услуг, не соответствует стандартам качества. Эти положения в законодательстве были приняты в конце прошлого года непрозрачно, без детального обсуждения их специалистами в профильных сферах. Об этом говорится в совместном заявлении НПО, распространенном в минувший четверг. Авторы документа требуют от властей отказаться от подобной практики и пересмотреть соответствующие правовые положения, чтобы обеспечить их соответствие международным стандартам. Между тем, посол Евросоюза в Молдове Янис Можейкис считает, что решение о закрытии нашего телеканала не связано с нашей редакционной политикой, а это важно и с точки зрения Европейской конвенции по правам человека. Как заявил дипломат в интервью пятому телеканалу, цитирую, «Важно то, что это решение может быть оспорено в суде, в том числе в Европейском суде по правам человека, если канал посчитает, что его права не были соблюдены». Европейский дипломат, правда, не знает или забыл, что сегодня апеллировать к судебной системе, которая полностью подчинена власти, «Бессмысленно». Это показал опыт 12 закрытых ранее телеканалов. За год и три месяца судебный процесс не продвинулся ни на шаг из-за того, что представители правительства игнорируют заседания под разными предлогами. Местные эксперты считают, что оппозиционные СМИ в нашей стране сталкиваются с беспрецедентным давлением властей, и их закрытие незаконно. Об этом в рамках программы «Пульс» на пятом канале заявил юрист Ион Дрон, по мнению которого у Совета по инвестициям, цитирую, «и близко нет полномочий принимать решение о запрете телеканалов». Журналист Дмитрий Чубашенко считает, что здесь налицо явное нарушение Конституции, которое запрещает цензуру. А социолог Ян Лисневский говорит, что в поисках альтернативы люди ищут другие источники информации в интернете. Журналист Дмитрий Чубашенко считает, что власти ограничивают свободу слова, а те, кто принял незаконные решения, должны понести наказание. По его мнению, на рынке аудиовизуальных СМИ в Молдове сложилась беспрецедентная ситуация. То, что я сейчас вижу, такого не было никогда в истории Молдовы. То, что сейчас пачками закрывают телевизионный канал, это, по-моему, уже 13-й по счету, это что-то немыслимое. Это делается не по закону. Вот почему они не действуют через Координационный свет по телевидению и радио? Потому что там все-таки прописана процедура, как нужно открывать, закрывать, санкционировать аудиовизуальные средства, телеканалы и радиостанции. Они идут по пути каких-то чрезвычайных структур, которые принимают эти решения. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства, спецслужба, служба информации и безопасности. И этот вообще какой-то очень странный совет. Падает и доверие к юстиции, потому что здесь явное нарушение, ну, во-первых, Конституции, статья, которая запрещает цензуру. В Уголовном кодексе, оказывается, есть две статьи, 180 прим и 182, которая предусматривает и штрафы, и тюремное заключение за препятствование деятельности средств массовой информации, за препятствование распространения информации и за цензуру. Социолог Ян Лесневский говорит, что на фоне ограничений на информационном поле наблюдается рост популярности других источников информирования, в частности, из интернета. Это происходит потому, что у человека возникает естественная потребность в альтернативной точке зрения. Он видит, что официальные средства массовой информации дают одинаковую позицию, без какой-либо альтернативы. Естественно, он начинает сомневаться в этой информации и ищет другую альтернативную информацию. И получается, что сейчас рост ТикТока, ну, буквально за один год, в два раза больше. И это, скажем, источник, ну, который достаточно трудно контролировать правдивая информация в нем или нет. И вот получается, что правительство из-за низкого своего рейтинга доверия со стороны граждан и необдуманные действия само подталкивает общество в область, скажем так, непроверенной информации. По мнению гостей передачи «Пульс» на пятом канале действия, власти противоречат ценностям, которые она сама же декларирует. Подрывается доверие к тому, что для этой власти является как бы священной коровой, самым главным европейской интеграцией, то, что они называют. Европейская интеграция нам преподносится как демократический процесс, как продвижение в Молдове ценностей Европы, Евросоюза, которые включают, конечно же, и свободу слова. Получается, что они давят вот эти европейские ценности, которые провозглашают чиновники ЕС, их покровители, никак это не останавливают. И, соответственно, люди приходят к логическому выводу, что вот это и есть хваленная евроинтеграция. Последние аналитические материалы, которые видели, скажем так, лидеры соседних европейских стран, они четко показывают о том, что падение доверения к правительству ведет за собой падение доверия к политическим процессам и, следовательно, к процессу евроинтеграции. И я уверен, что следующие опросы любой социологической компании вас достаточно удивят, потому что такая политика ведет и к разочарованию в тех процессах, которые продвигает власть, то есть евроинтеграция. Напомним, чуть больше, чем за год, власти закрыли свыше полусотни сайтов и 12 телеканалов, а 20 марта этого года власти приняли решение о временном прекращении вещания Пятого канала в общей сумме 13-го по счету. На этот раз в роли исполнителя выступил Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения. В пятницу, 29 марта, Совет по телевидению и радио, как и объявил, рассмотрел открытое письмо Пятого канала в адрес регулятора. Большинство членов СТР, высказывая свою позицию, отметили, что причины, по которым была приостановлена лицензия канала, не касаются сферы их компетенции, а значит, и влиять на ситуацию они не могут. Но, признавая резонанс в случае, то, что к механизму, посредством которого было прекращено вещание Пятого канала и всех предшествующих в гражданском обществе есть серьезные нарекания, члены СТР считают необходимым обратиться в профильную парламентскую комиссию, чтобы закон был урегулирован с учетом этих замечаний. Однако, член СТР Евгений Рыбко предложил коллегам обратиться в Совет по инвестициям с призывом отменить свое решение. И, не согласившись с аргументами коллег, умывшими руки от ответственности, процитировал статьи Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, прямо указывающих на обязанность СТР вмешиваться в подобных случаях. Впрочем, эта инициатива не нашла поддержки у остальных членов СТР. Заместитель председателя Совета по телевидению и радио Анетта Гонса сообщила, что СТР решил высказать свое мнение по поводу петиции Пятого канала, а также отреагировал на заявления неправительственных организаций в области СМИ, которые выразили свою обеспокоенность по этому поводу. Мы наблюдаем, что в ходе внедрения этого механизма или реализации закона номер 174 от 2021 года, и не только в вашем, но и в других случаях гражданским обществом по делам СМИ, я имею в виду поставщиков медиауслуг, были высказаны определенные опасения, возражения, оставшиеся без ответа вопросы со стороны гражданского общества, поставщиков медиауслуг и экспертов в этой области. Поэтому я также считаю целесообразным, чтобы наш орган проинформировал и уведомил профильную парламентскую комиссию для изучения высказанных возражений и целесообразности возможного пересмотра законодательной базы по механизму применения этих санкций. В свою очередь, член СТР Орест Дабижа обратил внимание на то, что в таких случаях последнее слово всегда должно оставаться за кодексом об аудиовизуальных медиауслугах. Исходя из вмешательства государства в последние годы, нам действительно следует обратиться в парламентскую комиссию, поскольку возникает ситуация отступления от главной идеи. В том смысле, что иногда для предотвращения и борьбы с определенными явлениями можно переусердствовать. В идеале, в сфере телевидения и радио, последнее слово всегда должно оставаться за кодексом об аудиовизуальных медиауслугах, и я надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Обвинения в политической расправе, я не знаю, насколько они обоснованы, потому что я не знаю, были ли у обоих поставщиков материалы расследования действий властей. Например, мы не получали обращений со стороны кого-либо из представителей власти с жалобами по поводу статьи 13 или по поводу корректности информации. И я не знаю, обоснованы ли эти обвинения. Решение Совета по продвижению инвестиционных проектов Национального совета в отношении Пятого канала подверглось критике и со стороны члена Совета по телевидению и радио Евгения Рыбки. Решение Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения при остановлении действия разрешительных документов поставщика услуг Media Content Distribution SRL – это формальность, условия и или санкция, предоставляющие собой ограничения свободы выражения мнений. Вмешательство преследует законную цель, предусмотренную статьей 54 пункт 2 Конституции Республики Молдова и Европейской Конвенции по правам человека, а именно национальная безопасность. Решение Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения при остановлении действия разрешительных документов поставщика услуг Media Content Distribution SRL является предметом опасения соразмерности преследуемой законной цели, в том числе в контексте решения Конституционного суда Республики Молдова номер 17 от 2012 года о контроле конституционности некоторых положений Кодекса телевидения и радио Республики Молдова. Евгений Рыбко представил членам Совета по телевидению и радио на одобрение три предложения, в том числе об отмене решения при остановлении действия разрешительных документов, выданных компанией Media Content Distribution, однако они не были поддержаны. Первое. Частично удовлетворить петицию поставщика Mediaуслуг SRL Media Content Distribution. Второе. Потребовать от Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения отменить решение при остановлении действия разрешительных документов, выданных SRL Media Content Distribution. Третье. Предложить инициировать мониторинг внедрения положений закона номер 174 от 2021 года о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций. Кто за? Один голос за. Кто против? Четыре голоса против. Спасибо. В то же время члены Совета по телевидению и радио проголосовали за то, чтобы проинформировать парламентскую комиссию по культуре, науке, образованию молодежи, спорту и средствам массовой информации о необходимости пересмотра соответствующей законодательной базы, учитывая позицию гражданского общества, поставщиков медиауслуг и экспертов в данной области по поводу решения Совета по продвижению инвестиционных проектов. Вице-председатель СТР Анетта Гонса заявила нашему телеканалу, что ознакомилась с протоколом Совета по инвестициям и что не все аргументы, лежащие в основе решения о приостановлении лицензии на вещание Пятого канала, были использованы. Однако, чётко она так и не сказала, обоснованы ли аргументы СИП в случае деятельности телеканала. Совет по телевидению и радио не имеет полномочий отменять или требовать от другого публичного учреждения отменить акт. Это может сделать только суд. Но я подозреваю, это моё личное мнение, что в том решении или в том протоколе не все аргументы, которые послужили основанием для принятия этого решения. А приведённых аргументов достаточно для запрета на вещание? Или же мы можем выходить в эфир, пока правоохранительные органы проводят проверки своих подозрений? Мы не говорим о данном решении, плохое оно или нехорошее. Об этом выскажется суд. Надеюсь, как можно скорее. А то, что было предъявлено и то, что вы видели, достаточно для приостановки вещания? Я не высказываюсь о достаточности или недостаточности тех или иных аргументов какого-либо учреждения. Председатель Совета по телевидению и радио Лилиана Витцу не присутствовала на сегодняшнем заседании. Евгений Рыбко предложил именно с этого вопроса начать заседание Совета, однако остальные члены не согласились. 25 марта Пятый канал направил петицию Совету по телевидению и радио в связи с приостановлением действия лицензии на вещание, призвав Совет защитить аудиовизуальное пространство от злоупотреблений со стороны власти и обеспечить информационный плюрализм. Как это предусмотрено полномочиями Совета в соответствии с Кодексом об аудиовизуальных медиауслугах. 22 марта журналисты Пятого канала провели флешмоб у здания Совета по телевидению и радио, в задачи которого входит обеспечение плюрализма и объективного информирования населения. Требуют восстановление своих конституционных прав и сотрудники телеканала ITV, закрытого по решению властей осенью прошлого года. На брифинге в Кишиневе в минувший понедельник руководство телеканала заявило о прессинге, которому подвергалась эта СМИ со стороны властей. Журналист телеканала и администратор неправительственной организации «Стоп Медиабан» Людмила Бельченкова призвала аккредитованные в Молдове депмиссии встретиться с журналистами закрытых телеканалов для дискуссий по поводу беспрецедентной ситуации, в которой они оказались. Наталья Полякова, директор телевизионного канала ITV, заявила, что за прошедшие годы телеканал увеличил свою аудиторию и вышел на рекламный рынок, в результате лишив части доходов других поставщиков медиауслуг, что многим не понравилось. Как следствие, нелояльные конкуренты начали борьбу с телеканалом ITV, и он был оштрафован на 150 тысяч леев. Чтобы выжить, медиа-структуре пришлось продать 51% акций и нанять журналистов телеканалов, которые в конце 2022 года были закрыты, так как многие из них потеряли работу. Но теперь телеканал ITV подозревает в том, что его финансирует организованная преступная группа. Однако именно за то, что мы приняли на работу людей из закрытых телеканалов, разместили у себя на телеканале их авторские программы, наш канал причислили к врагам народа, в прямом и переносном смысле слова. Формулировка гласила за связях, за подозрения, в связях с ОПГ, подозрения. И это несмотря на то, что мы постоянно предоставляли финансовые отчеты, и по ним было видно, что, как и пять лет назад, все доходы канала приходили с одного и того же рекламного агентства. Мы убедительно просим вернуть наши рабочие места и возможность заниматься тем, что составляет часть нашей жизни. Совершенно не по-европейски закрывать телеканал только потому, что он кому-то кажется нейтральным или оппозиционным. Также она заявила, что власти затягивают судебные процессы, которые начал телеканал для защиты своих прав. По ее словам, после того, как были закрыты первые шесть телеканалов, Высшая судебная палата постановила, что компетентным судом для рассмотрения такого рода дел является суд Кишинева. В следующий раз, когда был закрыт и ITV, Высшая судебная палата вдруг неожиданно решила отстранить одну из судебных инстанций от рассмотрения дела, которое она передала в апелляционную палату Кишинева. Это решение недействительно только для двух телеканалов – ITV и еще одного из шести закрытых. Не кажется ли странным, что один и тот же суд выносит диаметрально противоположные решения по одному и тому же делу, поинтересовалась Полякова. В свою очередь, журналистка ITV и администратор организации СтопМедиа Бан Людмила Бельченкова сообщила, что недавно в Европейском парламенте проинформировала европарламентариев о беззаконии, которому подвергаются молдавские СМИ. Для меня было важно то, что люди, которые сидели напротив меня, которые действительно продвигают европейские ценности, они начинают действительно понимать то, что у нас происходит. И интерес был в том, что когда задавали вопросы, касающиеся, а кто конкретно принимает эти решения, какие органы, а почему так, а мы такого не слышали, да. Вот для меня было важно, что люди понимают. Я могу вам сегодня сказать, что все эти люди выразили дальнейшее желание сотрудничать с нашей организацией. Это значит, что мы будем с ними разговаривать, это значит, что мы будем и дальше рассказывать то, что на самом деле происходит в стране. Каждый из нас может быть следующим. Дело не в Пятом канале, не столько в Пятом канале. Дело в том, что каждый журналист сегодня в нашей стране не может чувствовать себя свободно, что он может выполнять свой профессиональный долг, потому что завтра кого-нибудь из нас будут в чем-то подозревать и на этом основании оставят без работы его, и его семья останется без средств к существованию. Европейские органы нас принимают и выслушивают. У меня есть аккредитация в Европейском парламенте, но у меня нет аккредитации в Нолдавском парламенте. В связи с этим Людмила Бельченкова призвала дипломатические миссии, аккредитованные в Молдове, встретиться с журналистами закрытых телеканалов для дискуссии по поводу беспрецедентной ситуации, в которой они оказались. Еще одно громкое событие недели. В минувший вторник Конституционный суд признал неконституционными изменения, внесенные депутатами от правящей партии действует солидарность в кодекс о выборах 4 октября прошлого года. Речь идет о запрете представителям политформирования, объявленных вне закона, участвовать в выборах. Это положение в законодательстве оспорили независимые депутаты, избранные в парламент по спискам от запрещенной в прошлом году партии ШОР. Решение КС, принятое после восьмичасовых дебатов, является окончательным и обжалованию не подлежит. В ходе рассмотрения дела адвокаты партии ШОР, объявленные ранее вне закона, указали на то, что поправки в избирательное законодательство, запрещающие представителям политформирования выдвигать свои кандидатуры на выборах, были приняты парламентским большинством от ПДС с нарушением законодательной процедуры, регламента парламента и закона. Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте в срочном порядке. В этот же день, 4 октября, был внесен в рабочую повестку. И в тот же день на заседании парламента поправки были срочно приняты в двух чтениях, без обсуждения, без консультации, без возможности внести поправки к проекту. Голосование проходило после 16.00. Эти поправки были промульгированы президентом Молдовы в тот же день, в день голосования в парламенте. При этом президента в тот день в стране не было, она была в Португалии. Как заявил Вадим Банару, принятые поправки по своей сути являются одной из форм иллюстрации по политическим мотивам. В действительности принятый закон представляет собой, по сути, форму закона о люстрации, которым часть общества исключена и ограничена в определенных гражданских правах по политическим мотивам, и это уникальный прецедент для Республики Молдова. Мы считаем, что приняв изменения в норму закона, предусмотренную буквой «Ф» в части 2 статьи 16 Кодекса о выборах, внесённой законом от 4 октября 2023 года, законодатель превысил рамки Конституции, нарушив статью 38 Конституции право быть избранным. Это, по словам адвоката, повлекло за собой нарушение ряда других статей основного закона. В свою очередь адвокат Аурелио Каленко в ходе заседания также заявил, что закон был принят, обсуждён и промульгирован менее чем за 24 часа, а с момента регистрации в парламенте за 4 часа, что является нарушением конституционных норм и прав депутатов. Уважаемый суд, в своём более раннем решении вы заявили, что 3 дня – недостаточный срок для того, чтобы представить поправки к законопроекту. У депутатов в этом случае было всего несколько часов. Поведение парламента, не предоставившего всем членам парламента разумный минимальный срок для подачи предложений и поправок к законопроекту не соответствует его позитивным обязательствам по обеспечению справедливого баланса в праве членов парламента формулировать предложения и поправки к законопроекту, а также принципу автономии парламентариев. Таким образом, это противоречит установленному праву статьёй 73 Конституции Республики Молдова. В ответ на это представитель парламента аргументировал принятие соответствующих поправок угрозой подрыва демократии. Учитывая ситуацию, связанную с региональной безопасностью, опасные мероприятия, касающиеся национальной безопасности и действия, которые подрывают нашу демократию, парламент посчитал, что ограничение в избирательной системе – это важно, необходимо и обязательно. Тем не менее, Конституционный суд прислушался к аргументам авторов запроса и вынес решение. Объявляется неконституционным закон номер 280 от 4 октября 2023 года по внесению изменений и дополнений в Кодекс о выборах. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Депутаты, обратившиеся с запросом в КАЭС и адвокат, отстаивавший их точку зрения, выразили удовлетворение принятым решением. Я поздравляю всех граждан Молдовы с тем, что справедливость восторжествовала, что Конституционный суд вынес справедливое судебное решение и признал неконституционным. 280-й закон, который ограничил право людей быть избранными. Напомним, 19 июня 2023 года КАЭС признал партию ШОР неконституционной. При этом депутаты от партии ШОР сохраняют свои мандаты, но уже не могут сформировать фракцию или присоединиться к другим фракциям. Вслед за этим решением 31 июля 2023 года парламентское большинство от ПДС ввело запрет на участие в выборах всех уровней для членов запрещенной и расформированной партии. Независимые депутаты, избранные по списку партии ШОР, оспорили конституционность данного запрета, а Конституционный суд приостановил действия указанных поправок в Кодекс о выборах до принятия окончательного решения по данному делу. 4 октября парламентское большинство приняло новые поправки в Кодекс, ограничив участие в выборах на трехлетний срок некоторым членам запрещенной партии. Согласно документу, речь идет о лицах, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которые стали причиной для признания политической партии неконституционной. Как уточнила тогда Центральная избирательная комиссия, в этот список включены 102 человека. В декабре прошлого года Венецианская комиссия представила свои выводы после оценки поправок, принятых парламентом 4 октября, заявив, что запрет членам неконституционных партий Молдовы участвовать в выборах противоречит Европейской конвенции по правам человека и Международному пакту о гражданских и политических правах. По мнению комиссии, хотя изменения могут соответствовать законной цели защиты Конституции и государства, ограничения, наложенные ими, не соответствуют статье 3 протокола 1 к Европейской конвенции и статье 25 пакта о гражданских правах, так как они не являются полностью предсказуемыми и не полностью соблюдают принцип пропорциональности. 18 сентября 2023 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск по делу партии Шор против властей Молдовы, а 13 марта 2024 года ЕСПЧ принял жалобу к рассмотрению по существу. Следует отметить, что поправки были приняты без экспертизы Венецианской комиссии. После публикации мотивированного постановления Конституционного суда в официальном мониторе независимые депутаты парламента, избранные по спискам партии Шор, объявленные позднее вне закона, потребуют аннулирования результатов местных выборов 2023 года и организации нового голосования. Об этом заявила в четверг депутат Марина Таубер. На эту тему высказался и независимый депутат Вадим Фатеску. Он напомнил, что всего за несколько дней до голосования на всеобщих местных выборах в ноябре прошлого года сотни людей были лишены права баллотироваться. Мы будем продолжать борьбу за то, чтобы государство и наше общество вернулось в правовое поле и в страну пришла реальная, действительная демократия, утверждает депутат. Независимый депутат Марина Таубер сообщила, что сразу после публикации постановления КС о неконституционности запрета баллотироваться некоторым представителям политформирования, результаты прошедших минувшей осенью выборов будут оспорены. К сожалению, это решение запоздало. Выборы прошли, а сотни потенциальных кандидатов с реальными шансами не имели возможности участвовать в выборах. Заявляем, что решение Конституционного суда не может оставаться только на бумаге. Сразу после публикации решения Конституционного суда мы запустим юридические процедуры, чтобы оспорить результаты местных выборов 2023 года. Будем требовать аннулирования результатов и организации новых местных выборов с участием всех возможных кандидатов на равных и демократических условиях. На эту тему высказался и независимый депутат Вадим Фатеску. Он напомнил, что сотни людей были лишены права баллотироваться на всеобщих местных выборах прошлого года всего за несколько дней до голосования. У сотен профессиональных и честных людей отняли возможность представлять интересы своих избирателей, граждан, которые им доверяли и доверяют. Принятое 26 марта решение Конституционного суда, безусловно, справедливо. Лучше поздно, чем никогда. Мы будем продолжать борьбу за то, чтобы государство и наше общество вернулось в правовое поле и в страну пришла реальная, действительная демократия. 26 марта Конституционный суд отменил законодательные изменения, через которые парламентское большинство ПДС запретило бывшим членам партии ШОР баллотироваться в течение трех лет. После решения КС спикер Игорь Гроссу заявил, что будут внесены новые изменения, ограничивающие избрание политиков, связанных с Илоном ШОРом. Пятый телеканал позвонил председателю ЦИК Анжелика Роман, чтобы выяснить, можно ли с юридической точки зрения после решения КС требовать аннулирования результатов выборов. Однако она не ответила на звонок. Комментарий у другого члена Центра избиркома Павла Постики и пресс-секретаря комиссии Радики Сырбу также взять не удалось. Напомним, 31 июля 2023 года ПДС внес изменения в избирательный кодекс, запретив участвовать в выборах всех уровней членам запрещенной и расформированной партии ШОР. Затем 4 октября 2023 года было ограничено участие в выборах на трехлетний срок некоторых членов запрещенной партии. Речь идет о лицах, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которые стали причиной для признания политформирования неконституционным, были отстранены от участия в предыдущих выборах из-за непрозрачного финансирования избирательных компаний, против которых были введены международные санкции или которые совершили иные действия, не подпадающие под действия, упомянутые выше, но которые были приведены в качестве аргументов в решении Конституционного суда. Как уточнили тогда в Центрисбиркоме, в этот список включены 102 человека. Изменения были приняты без экспертизы Венецианской комиссии. Председатель парламента Игорь Гроссу сказал, что решение будет направлено международным партнерам позже. В декабре прошлого года Венецианская комиссия критически отозвалась о запрете бывшим членам объявленной в незаконно партии ШОР участвовать в выборах, назвав это дискриминацией. В заключение комиссии отмечалось, что своим решением парламент Молдовы нарушил ряд принципов и международных стандартов, наложив столь жесткие ограничения на право быть избранным. Отметим также, что 18 сентября 2023 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск по делу партии ШОР против молдавских властей. А 13 марта 2024 года жалоба была принята ЕСПЧ к рассмотрению по существу. Между тем, в Центр избиркоме новая отставка. С должности уходит секретарь ЦИК Александру Берлинске, назначенный на этот пост правящей партией Действия и Солидарность. Информацию подтвердила пресс-секретарь ЦИК Радика Сырбу. Напомним, это вторая отставка в структуре с начала года. В феврале комиссию покинула Людмила Лупашко. Объясняя в соцсетях решение об отставке, Берлинский написал, что оно связано с личными причинами. Его увольнение произошло вскоре после того, как последний отчет ОБСЕ по мониторингу выборов 5 ноября прошлого года показал, что беспристрастность ЦИК может вызывать сомнения. А на заседании ЦИК в четверг, 27 марта, один из членов комиссии заявил, что стал объектом давления со стороны правящей партии. В социальных сетях секретарь ЦИК Александр Берлинский написал, что уходит в отставку по личным причинам. Я бы поблагодарил коллег за период работы в комиссии. Сообщаю, что принял решение завершить мандат на должности члена ЦИК. Причины моей отставки носят личный характер и связаны с моей личной жизнью. Работать в ЦИК на протяжении почти 10 лет для меня было честью и вызовом. За время работы в комиссии мне представилась возможность внести свой вклад в продвижение честности и просрачности избирательных процессов, взаимодействуя с коллегами-профессионалами, работающими на государственной службе. Написал Берлинский. Берлинский был назначен секретарем Центральной избирательной комиссии в 2021 году партии «Действия и солидарность». Отметим, что это вторая отставка в ЦИКе с начала года. В феврале комиссию покинула Людмила Лупашко. Ее кресло заняла Рита Левтер-Симашко. За ее назначение проголосовали 53 депутата отправящей партии. Парламентская оппозиция тогда была против, но это не единственное замечание в адрес нынешнего состава ЦИК. С обвинениями выступила член комиссии, предложенная оппозицией Теодора Вангели. «После состоявшихся на прошлой неделе на внутренних заседаниях обсуждений по законопроекту о запуске пилотного голосования по почте и отчета ОБСЕ о мониторинге всеобщих местных выборов от 5 ноября 2023 года, в котором ключевой рекомендацией является перезагрузка полномочий ЦИК на том основании, что вся власть сосредоточена в руках одной политической партии. Публично прошу вас сегодня не шантажировать, не преследовать и не запугивать членов ЦИК, назначенных парламентской оппозицией. При принятии решений по проектам постановлений, предложенных к рассмотрению, не навязывайте свои позиции по отношению к ним, включая вашу просьбу идти в отставку. Члены ЦИК независимы при исполнении своих обязанностей, голосуют по своему внутреннему убеждению, никто не может быть подвергнут преследованию за позицию, выраженную тем или иным голосованием. По итогам заседания Центральной избирательной комиссии председатель ЦИК Анжелика Караман ответила на обвинения, выдвинутые Теодорой Вангелии. Фактически, это попытка непропорционально донести дискуссию, которая была между членами ЦИК. И если бы мы знали в то время, что необходимо публично выступить с этими мнениями, думаю, мы бы обсудили и этот аспект. Так и было с ситуацией, когда я ознакомилась с отчетом о мониторинге миссии ОБСЕ. Подобная рекомендация встречалась и в предыдущих отчетах наблюдательной миссии ОБСЕ, и она не является новостью и попыткой подчеркнуть, что речь идет об отсутствии независимости действующего Центра избиркома. В последнем отчете ОБСЕ по мониторингу за всеобщими местными выборами 5 ноября говорится, что большинство членов Центральной избирательной комиссии отправящей партии, что создает дисбаланс, который бросает вызов институциональной беспристрастности. Об этом же упомянула ОБСЕ в докладе за 2021 год. В связи с этим председатель ЦИК заявила, что нынешний состав комиссии предложил изменить процедуру назначения членов ЦИК в ответ на рекомендации, содержащиеся в отчете ОБСЕ. ОБСЕ рекомендует пересмотреть состав ЦИК перед президентскими выборами 2024 года и парламентскими выборами 2025 года. На сегодняшнем заседании парламента вице-спикер Влад Батрынча предложил заслушать Анжелику Карамана ситуации в Центре избиркома, однако большинство это не поддержало. Депутаты ПДС также отклонили инициативу блока коммунистов и социалистов заслушать председателя Центра избиркома Анжелику Караман после разразившегося в среду скандала в комиссии. Мы попытались узнать у Александра Перлинского, были ли другие причины его решения уйти в отставку, кроме личных, но он не ответил на наши звонки. На этой неделе и комиссия по приветингу оказалась в центре очередного скандала. Журналисты портала антикоррупция.мд выяснили в ходе расследования, что на репутации возглавляющего эту структуру нидерландского юриста Германа фон Хеббель обнаружено несколько темных пятен. Одно из них связано с расхождениями в резюме фон Хеббеля, которое опубликовано на сайте комиссии Приветинг и другими его CV, полученными из других источников. Напомним, что комиссия Приветинг состоит из трех молдавских юристов и еще трех иностранных экспертов, которых рекомендовали внешние партнеры Молдовы. Зарплату иностранным специалистам платят партнеры, а местным юристам молдавское правительство. Однако, как отметил адвокат правозащитной организации Промолекс Вадим Виеру, на которого ссылается портал Ньюсмейкер, ответственность за предложение кандидатуры в первую очередь лежит на правительстве Молдовы, поскольку оно принимает окончательное решение о назначении. Между тем, как заявила для уни-медиа депутат от ПДС Олеся Стамати, кандидаты из-за границы были предложены партнерами по развитию. У нас не было возможности выяснить подробности карьерного прошлого некоторых кандидатов. Смотрим подробности. Согласно материалам расследования, проведенного порталом антикоррупция.мд со ссылкой на голландскую прессу, Герман фон Хебель с 8 марта 2013 года по 16 апреля 2018 года являлся секретарем Международного уголовного суда в Гааге, а в 2018 году в его административной деятельности были выявлены противоправные действия, нанесшие ущерб Международному уголовному суду на сумму не менее 760 тысяч евро. Также несколько решений, названные незаконными, были приняты в связи с реформой, инициированной Германом фон Хебелем в суде и вызвавшей впоследствии резкую критику со стороны судей. В журналистском расследовании отмечается, что расходы суда на реформу составили 7 миллионов евро, а судьи суда обвинили фон Хебеля в скрытых намерениях. Согласно цитируемому источнику, 13 марта 2018 года Герман фон Хебель отказался от участия в конкурсе на новый пятилетний срок на должность секретаря Международного уголовного суда в Гааге. Снятие секретаря с гонки обусловлено допущенными в рамках реформы нарушениями, пишет антикоррупция МД. Реформа, известная как Ревижн, была инициирована фон Хебелем во время его пребывания на посту секретаря и подверглась критике за плохое управление и негативное воздействие на работу суда. В частности, судьи заявили, что реформа привела к неоправданным расходам и нерациональному использованию ресурсов. Отчет внутреннего аудита, проведенный в 2016 году, показал, что фон Хебель применил неудачную стратегию отбора экспертов для проекта Ревижн, нарушив внутренние правила суда, а также стандарты добросовестности и компетентности. Цитируемый источник пишет, что секретарь Герман фон Хебель принял решение, в результате которых пострадали несколько его подчиненных в рамках проекта Ревижн. Хотя идея реформы в основном приветствовалась, ее реализация подверглась резкой критике со стороны судей суда, которые отметили ограничения прозрачности деятельности и расходов суда. Некоторые судьи даже требовали его отставки. Международный аудит, проведенный в ходе реализации проекта с целью выявления проблемы и рекомендаций по улучшению, выявил ряд недостатков. Аудиторский отчет, опубликованный в ноябре 2016 года, выявил среди прочего проблемы в процессе набора экспертов фон Хебелем для этого проекта. В нидерландской прессе портал антикоррупции МД обнаружил ряд высказываний судей, которые выражали озабоченность по различным случаям в связи с методами секретаря фон Хебеля. Некоторые сочли сомнительным его метод увольнения сотрудников в связи с сокращением штата и последующего набора других сотрудников на такое же количество вновь созданных должностей. Появившаяся информация о председателе комиссии по приветингу вызвала реакцию в молдавском обществе. Бывший премьер-министр Ион Кику написал на своей странице в Фейсбук следующее. «Вот кого Майя Санду привела к нам, чтобы очистить юстицию в Республике Молдова. Мошенников, изгнанных из своих стран за коррупцию». Поделился своим мнением в социальных сетях и бывший председатель Конституционного суда Александру Тенасе. «Что-то мне подсказывает, что отставки не будет». С реакцией выступил и бывший премьер-министр Влад Филат. Журналистское расследование в отношении председателя комиссии по приветингу Германа фон Хебеля обязывает его добровольно уйти в отставку. В журналистском расследовании отмечается, что представители Международного уголовного суда отказались комментировать эти обвинения, а Герман фон Хебель пока не сделал никаких официальных заявлений относительно этой ситуации. «Пятый канал» связался с представителями власти, чтобы выяснить их позицию по этому поводу. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас сообщила нам, что не комментирует эту тему. Депутат от ПДС Олеся Стамати, составлявшая отчет, который члены комиссии по приветингу представили на пленарном заседании парламента для голосования, не ответила на наши звонки, а в сообщении написала, что юридическая комиссия не располагала этой информацией в период отбора членов комиссии. Если бы она была, мы бы спросили его на собеседовании, как мы это сделали в случае с другим кандидатом, о котором в некоторых менее заслуживающих доверия источниках были определенные очерняющие материалы, и мы бы проверили, правдива ли информация, относится ли она к кандидату и может ли повлиять на его репутацию. Между тем, для Уни-Медиа Стамати заявила, что кандидаты из-за границы были предложены партнерами по развитию. Мы проверили их профессиональную карьеру, у нас не было возможности выяснить подробности карьерного прошлого некоторых кандидатов. В случае Германа фон Хебеля не было информации, указывающей на какие-либо проблемы с репутацией и честностью. Только когда он уже вступил в должность, в комиссию поступила информация о некоторых проблемах, связанных с его деятельностью в комиссии по приветингу в Албании, но было уже поздно, призналась Стамати. Наш телеканал также обратился за комментарием в комиссию по приветингу. Ко времени подготовки сюжета ответ не был получен. Отметим, что портал антикоррупции МД запросил резюме Хебеля в комиссии по приветингу и в прислужбе этой структуры, но не получил ответа. В открытом доступе его резюме можно найти только в архивах Международного уголовного суда. Парламент назначил членов комиссии по приветингу 4 апреля 2022 года. В настоящее время они проводят процедуру повторной оценки кандидатов на должность члена Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров вследствие отмены Верховным судом 22 решений об отказе в продвижении кандидатов. До настоящего времени комиссия приняла решение выдвинуть только одного кандидата из тех, кто изначально не прошел оценку – судью Алену Мирон из Высшей судебной палаты. На фоне этого скандала буквально через пару дней своей отставки объявила Мария Джулиана Дживенини. Она одна из трех международных членов комиссии Веттинг. Она уведомила спикера, председателя комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету и главу комиссии Веттинг о намерении покинуть пост 15 мая 2024 года. И хотя она не объяснила причин своего ухода, аналитики связывают ее решение именно с этим случаем. Процедура приветинга дискредитирована самими членами оценочной комиссии тем, как она проводится, считает директор Молдавского представительства немецкого политического фонда имени Фридриха Эберта Анна Михайлов. А судья Когольского суда Марина Руссу, которая является кандидатом в члены Высшего совета магистратуры, в конце недели потребовала вывести Германа фон Хебеля и Татьяну Радукану из состава комиссии по приветингу. Она считает, что они не обладают безупречной репутацией и присутствие в составе комиссии создает ситуацию несовместимости. Сам фон Хебель накануне в телеэфире, отвечая на вопрос, уйдет ли он в отставку, громко рассмеялся. Судья Когольского суда Марина Руссу считает, что Герману фон Хебелю и Татьяне Радукану не место в составе комиссии по приветингу. «После публикации результатов расследования портала антикоррупция.мд о председателе комиссии по приветингу Германе фон Хебеле я сочла необходимым подать запрос об отзыве членов Германа фон Хебеля и Татьяны Радукану в связи с отсутствием у них безупречной репутации и признании ситуации несовместимости. «Я ждала реакции господина Германа фон Хебеля после публикации сенсационной статьи, но пресс-релиз комиссии еще больше усугубил ситуацию. Комиссия подтвердила ситуацию несовместимости. Недопустимо, когда комиссию по проверке добросовестности судей и прокуроров возглавляет человек, в честности которого есть серьезные сомнения», – написала на своей странице Марина Руссу, кандидат в члены Высшего совета магистратуры. В секретариате комиссии по приветингу пятому каналу сообщили, что рассмотрят заявление кандидата Марины Руссу в ближайшее время и известят ее о принятом решении. Между тем, ранее комиссия по приветингу выступила с разъяснениями по поводу опубликованной в СМИ информации на эту тему. В пресс-релизе отмечается, что в период с 2013 по 2018 год Герман фон Хебель был секретарем Международного уголовного суда в Гааге. По просьбе государств-участников данной судебной инстанции в 2014-2015 годах фон Хебель провел реорганизацию реестра Международного уголовного суда для устранения ряда серьезных недостатков его функционирования. Согласно отчету внешнего аудита за 2016 год, реорганизация была оправдана и позволила улучшить функционирование секретариата, говорится в заявлении. С 2020 года Герман фон Хебель иногда работал судьей в Голландском апелляционном суде по уголовным делам. С момента начала работы в качестве председателя комиссии по приветингу в Молдове в апреле 2022 года Герман фон Хебель проработал в суде Нидерландов в общей сложности пять дней. Далее в пресс-релизе отмечается, что в 2019-2020 годах фон Хебель занимал должность эксперта по верховенству права в Албании. Он не участвовал в оценке албанских судей и прокуроров, говорится в документе. Сам Герман фон Хебель, отвечая в телеэфире на вопрос о возможной отставке, громко рассмеялся и сказал, что не видит для этого причин. Из пресс-релиза опубликованного вчера комиссии по приветингу я также понял, что вы не уходите в отставку. Этого требуют многие в республике Молдова. Нет, совсем нет, я не вижу причин уходить в отставку. Отметим, что пресс-релиз комиссии по приветингу появился после того, как несколько дней назад на сайте антикоррупция.мд было размещено журналистское расследование, в котором со ссылкой на нидерландскую прессу говорилось, что административная деятельность Германа фон Хебеля в Международном уголовном суде была отмечена противоправными действиями и нанесла ущерб данной судебной инстанции на сумму не менее 760 тысяч евро. Отмечалось, что ряд решений, признанных незаконными, были приняты в связи с инициированной Германом фон Хебелем в суде реформой, впоследствии подвергшейся резкой критике со стороны судей. В итоге высший суд понес расходы на реформу в 7 миллионов евро, а судьи обвинили фон Хебеля в скрытых намерениях, говорилось в журналистском расследовании. В пятницу президент Майя Санду отправилась в Гагаузию. В программе ее визита значилось побывать на церемонии запуска строительства высоковольтной линии электропередач вулкане Штыкишинев и посетить этнокультурный пансион в Кангазе. На трассе у Кангаза местные жители встречали ее плакатами «Майя, убирайся из Гагаузии, тебя здесь не ждут, руки прочь от Гагаузии». Однако кортеж президента объехал протестующих по грунтовой дороге. В интервью журналистам провластных СМИ, которые сопровождали президентку, Санду заявила, что открыто к диалогу со всеми гражданами, которые приходят на дискуссии со своей повесткой дня. То, что мы видели сегодня и в другие дни, это привлеченных за деньги граждан, которые приходят не со своей повесткой дня, а с повесткой преступных группировок. Никаких доводов в подтверждении своих оскорбительных слов в адрес жителей Гагаузии, вышедших на протест, как водится, Санду не назвала. Нынешние власти вообще свои стандартные ярлыки, к слову, противоречащие презумпции невиновности, крайне редко утруждаются как-то аргументировать. Президент Майя Санду приехала в Гагаузию, где приняла участие в инаугурации начала строительства линии электропередачи Волконежты Кишинев, которая должна соединить энергетические системы Молдовы и Румынии. Главу государства ждали и в селе Кангас. С утра множество граждан вышли к обочине автотрассы, скандируя протестные лозунги. Господи, Санду! Господи, Санду! Господи, Санду! Пусть Майя Санду сядет с нашим башканом за 100 переговоров. Что нам нужно? Больше ничего пусть сядет, договорятся, сделает все как нужно. Отойдите. И закрывает каналы. Мы не хотим ее видеть. Мы против все. И русского языка она нам не запретит, разговаривает. Закрыли все телеканалы, закрыли все школы. Наши внучки не могут, нету никакой помощи. Пусть она оставит нашу цветущую Молдову, такого, какая она была. Мы никогда не выбирали Молдаван от Гагаусов. Мы братья. Мы сегодня хотим передать месседж нашему президенту и вообще всей власти Республики Молдова, что нельзя сегодня игнорировать местные власти и приезжать на территорию Гагузи, как в свой подготовленный хозяин. Сегодня я считаю, что нужно иметь какое-то уважение ко всем избранникам, народным избранникам и не унижать, пожалуйста, нашу Гаглушскую автономию. Сегодня мы это оцениваем как неуважение не просто к органам власти, а как всему Гаглушскому народу. Поэтому мы сегодня собрались здесь, передать месседж, передать месседж, что мы тоже не рады видеть их, без того, что они нас предупредят. Мы не рады, что они приезжают сюда и хозяин еще и здесь. Согласно плану рабочей поездки, Майи Санду предстояло посетить этно-туристический комплекс в Кангазе, но представители компании сообщили нашему каналу, что глава государства отменила визит. Более того, как сообщили нам очевидцы, президентский кортеж проехал по полевой дороге, чтобы объехать место, где собрались протестующие граждане. Она приехала, но она не по тому маршруту поехала, который должна была ехать. Вот ее маршрут полагалось заехать в село Кангаз, вот с этого перекрестка она должна была свернуть направо, подняться до конца села, еще раз подняться направо. Но ее спецслужбы здесь было около ста человек, ее спецслужбы. Я там был, я все это контролировали. И она не доезжает до села Кангаз, по полям, по охочкам, по оврагам, пешком, где прыгала через речку и пошла. Через пусты? Через пусты, и вот она дошла до своего места. Боится, значит. Боится, что люди многие вопросы зададут, и поэтому она постеснялась или боится, не знаю. Потому что они против Гагузии всегда. Она, видимо, побоялась. Она не слушает народу Молдовы, она слушает кому-то другому, что ей указывают. Поэтому она не приехала, она побоялась. Отвечая на фоне поля на вопросы журналистов, Санду заявила, что открыта для дискуссий со всеми гражданами, у которых есть свои вопросы. То, что мы слышали сегодня и в другие дни, это граждане, которых привозят за деньги, которые задают не свои вопросы, а обеспечивают интересы криминальных групп. Мы предполагали, что так будет, но знаем, что в автономии есть много людей, которые хотят, чтобы Республика Молдова жила в мире и развивалась. С этими гражданами мы будем работать и будем всегда открыты к дискуссиям. При этом президент не привела ни одного аргумента в оправдание своих заявлений, оскорбительных для участников протеста. Как-то зачастили представители власти на юг. На этой неделе в Гагаузии побывали и Санду, и премьер Дарин Ричан, и министр инфраструктуры Андрей Спыну. И всех встретили одинаково тепло. Можно даже сказать, жарко. Засыпав нелицеприятными вопросами и протестами. А можно ли было ожидать другого? Жителям автономии, как, впрочем, и многим из нас, непонятно, почему законно избранного Башкана не включают в состав правительства? Почему всеми силами пытаются урезать в правах и сократить бюджет? Почему зарплаты простому люду не повышают так, как министрам? Инфляция сократилась, а цены продолжают расти? Таких вопросов у людей множество. И они устали слушать про гибридные атаки и происки России. Ведь кому-то все это не мешает жить припеваючи. На этой неделе была обнародована налоговая декларация премьер-министра Дарина Ричана. Доходы его семьи в прошлом году достигли почти 6 миллионов леев. Свыше 4,5 миллионов заработала его супруга Стелла, входящая в состав руководства одного из коммерческих банков. У семьи премьер-министра 21 банковский счет в разных валютах, а глава Кабмина является учредителем трех компаний, причем все они связаны с Трояном Каталином Жасаном, администратором телеканала «Про ТВ Кишинеу». Ну, конечно, это же другое. Из декларации о доходах семьи Ричана мы узнаем, что за прошлый год премьер-министр получил в виде зарплаты 213 900 леев. А в 2023 году, в период, когда он был советником президента, его доход составил почти 92 тысячи леев. В 2013 году, когда он занимал должность министра внутренних дел, Ричан получил зарплату в размере 163 491 лея. Супруга Ричана Стелла, входящая в состав руководства коммерческого банка, в прошлом году заработала около 4 миллионов 630 тысяч леев, что означает ежемесячную зарплату более 385 тысяч леев. В 2013 году ее доход составил 377 420 леев, что равняется почти одной ее зарплате в месяц, которую она сейчас получает. У семьи премьер-министра 21 банковский счет в разных валютах. При этом 10 лет назад таких счетов у него было всего 4. В банке, где работает жена премьера, у них хранятся более 121 500 евро, 5 151 доллар и почти 985 тысяч леев. На счету в Уникредит находится около 22 790 евро. Глава Кабмина также является учредителем трех компаний, зарегистрированных в Республике Молдова, причем все три связаны с Трояном Каталином Жасаном, администратором телеканала ProTVKishineo. Из трех компаний больше всего денег в 2021 году ему принесла фирма, в управлении которой находятся два ресторана быстрого питания бренда KFC в Республике Молдова. По данным за 2013 год, семья Ричана живет в городе Кодру, в доме площадью в 271 квадратный метр. Согласно его декларации об имуществе, рыночная стоимость двухэтажного дома составляет 4,5 миллиона леев. Также премьер-министру вместе с супругой принадлежит вилла в Румынии, площадью 97 квадратных метров, которую он приобрел 7 октября 2021 года за 55 тысяч евро. Семья также владеет автомобилем BMW 2016 года выпуска, купленным в 2021 году. Согласно декларации, его стоимость составляет 19 250 евро. В 2013 году у Ричана был автомобиль BMW 530 2010 года выпуска, приобретенный в том же году в лизинг, стоимость которого по документам составляла 495 тысяч леев. Семья премьер-министра владеет тремя земельными участками. Согласно опубликованной декларации об имуществе, два из них находятся в столице и имеют рыночную стоимость 5000 евро и 400 тысяч леев. Третий участок был им подарен и стоит 60 тысяч леев. В 2013 году семья Ричана владела двумя земельными участками. Сельскохозяйственным стоимостью 15 400 леев и строительным участком стоимостью 46 281 лей. А теперь о жизни в другом измерении. В среду правительство во главе с премьер-министром Дарином Ричаном одобрило законопроект об индексации пенсии с 1 апреля. Средний размер пенсии увеличится на целых 262 лея. Сумма повышения состоит из индексации пенсии на 6% и корректировки размера пенсии с учетом роста ВВП. Министр труда Алексей Бузу признает, что такая индексация не обеспечит пенсионерам достойную жизнь и согласен, что государство должно прилагать больше усилий для обеспечения более высоких пенсий. Как говорится, спасибо за сочувствие. Тот факт, что мы повысили пенсии, не означает, что мы повысили их достаточно и что пенсии в Республике Молдова обеспечивают достойную жизнь. Я много раз говорил, что никто в Республике Молдова не удовлетворен размером пенсии. А также много раз я говорил, что, конечно, правительство особенно должно приложить более существенные усилия, чтобы повысить пенсии гораздо быстрее, чтобы обеспечить достойную жизнь пенсионерам в Республике. Но мы должны делать это ответственно. Так, в результате индексации на 6% минимальная пенсия составит 2778 леев, а средний размер пенсии по возрасту увеличится на 249 леев с 2067 до 3926 леев. В то же время минимальная пенсия по инвалидности составит в случае тяжелой инвалидности 2083 леев, в случае выраженной инвалидности 1944 леев 50 банов, а в случае инвалидности средней степени 1388 леев 93 бана. Парламентский блок коммунистов и социалистов раскритиковал решение правительства, заявив, что индексация должна быть выше, учитывая рост потребительских цен в прошлом году в среднем на 13% по сравнению с 2022 годом. Независимые депутаты, избранные в парламент по списку партии ШОР, объявленные вне закона, предложили установить минимальную пенсию в размере 5000 леев. В этом году бюджет пенсионных выплат составляет 28 миллиардов 800 миллионов леев при дефиците около 30%. В прошлом году власти заявили о нехватке денег для индексации пенсии на 30%, как это положено по закону. При этом были взысканы средства на удвоение зарплат некоторых категорий государственных служащих, включая министров оплата труда, которых достигает 50 тысяч леев. Для этого повышения в бюджете нашлось около 90 миллионов леев. Правительство также выделило почти 3 миллиона леев на организацию конференции ФАО в Кишиневе, которая пройдет на винодельни с танцами и англоговорящими водителями. Расходы рассчитаны с учетом прибытия 300 гостей, которым будут поданы 7 видов холодных закусок и салатов из различных современных кухонь. Финансовые средства нашлись и для зарубежных поездок, депутатов от правящей партии действия и солидарность. В 2023 году парламент потратил на их поездки свыше 4 миллионов леев. За последние 5 лет из нашей страны уехали почти 250 тысяч граждан. Хотим обратить внимание, 3 с лишним года из этих 5 страной руководит ПАС и Майя Санду. 3 года хороших времен. По словам экспертов, практически в каждом третьем населенном пункте Болдовы проживает менее 1000 жителей. Эти проблемы обсуждались на этой неделе в Кишиневе на форуме, посвященном миграции молодежи и старению населения. Эксперты также констатируют, поколение молодых людей сокращается, а старение населения – явление, которое сложно остановить. Директор Национального института экономических исследований Ольга Гагаус утверждает, что уменьшение численности населения и демографическое старение вызваны снижением уровня рождаемости и высокой миграции. Это означает, что в ближайшие десятилетия структура населения существенно изменится. В свою очередь, региональный директор фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр говорит, что аналогичные демографические проблемы есть и в других странах. Республика Молдова, как и другие страны региона, особенно Восточной и Западной Европы, является страной, переживающей определенные демографические изменения. Мы переживаем довольно необычный момент. Мы видим, что там, где 60% населения мира проживает в странах, где население сокращается, а именно в Западной Европе, в Республике Молдова, то самая большая проблема этих стран в том, что женщины, как правило, рожают меньше детей. В Молдове уровень рождаемости все еще довольно высок по сравнению с другими странами, но в то же время он ниже показателя в 2,1, что является коэффициентом воспроизводства, и у нас также наблюдается отток населения. И когда происходят эти демографические изменения, они имеют сильное влияние на экономическую ситуацию. По информации Национального бюро статистики, уровень рождаемости в 2022 году снизился до 10,6 новорожденных на 1 тысячу человек по сравнению с показателем 11,3 новорожденных на тысячу в 2021 году. Данные также показывают, что общая численность населения Республики Молдова составляет 3 миллиона 964 тысячи граждан. В стране проживает более 2,5 миллионов граждан и около миллиона за рубежом. Эксперт в области экономических политик Вячеслав Иоаннице ранее говорил, что 2021-2022 годы являются рекордными. Было зафиксировано самое большое сокращение населения в истории страны, обусловленное прежде всего очень высокой миграцией. Он рассказал, что за последние два года за границу выехали около 100 тысяч граждан. А в начале этого года Иоаннице заявил, что примерно за два десятилетия население страны сократилось на 1 миллион человек. По словам эксперта, практически в каждом третьем населенном пункте в Молдове меньше тысячи жителей. И в заключении хотим напомнить, что пятый канал выступил на этой неделе с онлайн-петицией, которую может подписать каждый, кто выступает против цензуры и нарушения права на свободу слова. Напомним, неделю назад Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения незаконно приостановил вещание нашего телеканала. Мы осуждаем ложь и злоупотребление со стороны властей, о которых сообщаем в публичном пространстве и призываем национальное и международное сообщество к безотлагательному вмешательству. Вы можете нас поддержать, подписав петицию, которая есть на сайте канал5.мд, а также на нашей странице Facebook. Кроме того, напомню, что смотреть наш эфир можно на нашем сайте в разделе «Лайв». В петиции, размещенной пятым каналом на сайте петицияonline.com, говорится, что 20 марта репрессивные государственные органы в лице Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения, полностью политически подчиненного нынешней власти и состоящего в большинстве своем из членов правительства, которое в период чрезвычайного положения закрыло 12 телевизионных каналов, вновь атаковали свободу СМИ и фундаментальное право на свободное выражение мнений. Как указывается в обращении, это произошло после того, как 18 марта журналист пятого канала задала Майе Санду ряд неудобных вопросов о мошенничестве с тендером в аэропорту и о ее роскошном отдыхе, а уже через два дня было принято решение о приостановке вещания телеканала. 18 марта 2024 года Майя Санду жестко отреагировала на вопросы, которые считаются естественными в демократическом государстве. И уже через день Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения приостановил действия разрешительных документов компании-учредителя телеканала «Канал-5» и радиостанции «Маэстро-ФМ». И только 21 марта 2024 года в 19 часов 36 минут эта информация была обнародована. Говорится в петиции. Также в обращении говорится, что все действия нынешней власти направлены на узурпацию и лишение возможности говорить тех, кто не согласен с руководством государства. «В Республике Молдова уже нет свободы слова, собственного мнения, доступа к информации, есть только правота правителей, то есть правота партии, действий и солидарность». Подчеркивается в петиции, где также отмечается, что в результате нарушается не только национальное законодательство, но и ряд международных норм в этой области. Неоднократно была нарушена статья 10-я Европейской конвенции, гарантирующей право на свободу выражения мнения. Статья 1-я первого протокола ЕСПЧ, гарантирующая право на собственность, указывается в документе. Авторы петиции осуждают неоднократные нападки на фундаментальные права и свободу выражения мнений в Республике Молдова. «Мы осуждаем ложь и злоупотребление со стороны властей, о которых сообщаем в публичном пространстве, и призываем национальное и международное сообщество к безотлагательному вмешательству, чтобы остановить злоупотребление власти ПДС в Молдове. Требуем отменить незаконные решения от 27 декабря 2023 года и 20 марта 2024 года о прекращении вещания телеканалов. Настаиваем на недопущении преследования журналистов и независимых телеканалов. Требуем возврата к уважению принципов демократического и плюралистического правового государства, согласно международным обязательствам, взятым на себя Республикой Молдова. Говорится в обращении неадресованном руководству страны, с которым можно ознакомиться на сайте нашего телеканала канал5.md или на страницах в социальных сетях Facebook, сеть X, Instagram, TikTok и Telegram. На этом наш выпуск подошел к концу. Такое было этой неделе и таковы основные события о политической, экономической и социальной жизни уходящих 7 дней, о которых вам рассказывали я, Леся Кайряк и мои коллеги. Спасибо, что это время провели вместе с нами. Всего вам доброго и до встречи в сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова